Здравствуйте, с вами СССР, Харни Кён. Приветствуем вас здесь, на канале «Питер Татар». Нам уже три года. Мы в мае отметили эту дату рождения нашего портала. И мы такие достаточно, как и все, молодые, дерзкие, смелые, активные, неугомонные. Вот сегодня тоже собрались для того, чтобы и поговорить на тему, что татарские печатные СМИ, вот особенно пообщаться с видеоблогерами, подкасты. И, конечно же, почевствовать день татарской печати, который состоялся 19 мая. И вообще, в принципе, сделать такую интересную вот эту вот тоже... Я люблю это слово, ретроспективу, потому что без наследия, без традиции здесь и сейчас, и взор в будущее, он невозможен. Кто не знает своих корней, кто не укрепляет свои корни, тот, в принципе, может состояться в ситуации перекати поля. А наша огромная татарская семья, которая рассылается по всему миру, конечно же, в этом плане для других народов является даже в какой-то степени примером, как мы держимся за свои корни. И вот эти инициативы, в том числе наш портал «Питер Татар» и другие, кто к нам присоединяется и кто для нас является примером, как дальше развиваться, мы всех-всех благодарим. И сегодня мы собрались как раз-таки пообщаться с молодежью, с видеоблогерами, которые задают тон и помогают молодежи, в принципе, и как-то себя чувствовать еще увереннее. И что мы еще можем полезного сделать для нашей национальной журналистики в логике мультимедийных всех вот этих процессов цифровизации. Ну что ж, меня зовут Катифа Ганединова. Меня знают многие как журналистов Российского конгресса этно-журналистов при Московском Доме национальности. Я в Санкт-Петербурге живу уже четвертый год. В «Питер Татар» в команде как блогер, как журналист и ведущий тех или иных форматов. Сегодня мы встретились для чего? Для того, чтобы поговорить на следующей теме, и я озвучу наших участников-спикеров. Значит, с нами будет Айнур Ахметов, уже есть блогер YouTube канала «Татарочки». «Как делать татарский видеоблог». Далее будет доклад от Шамиля Майлунова «Урбан татар», «Как делать татарский подкаст». И, как обычно, наш ментор, наш наставник, я его очень сильно люблю и к нему всегда с огромным-огромным уважением, почтением, трепетом отношусь. Это Римзиль Абывалиев, Всемирный конкурс «Татар». Вы с нами. У меня всегда мурашки по коже, что такие личности, такие персоны, такие мэтры с нами. Как раз мы послужим доклад «Татарская печать. Современные тенденции». Ну что ж, и финальное слово, уже кульминационное, будет от нашего главного редактора, Равиля Закирова, который все это и создавал, и сегодня нас всех собрал. Здесь мы поговорим на тему презентации сайта «Союза татарских порталов». В общем, «Питер. Татар» вот потихонечку-потихонечку объединяет Равиль Закиров. Он во главе всего этого процесса. Так что послушаем. Ну что ж, объявляю открытие нашей конференции. Благодарю Рахмат Бюксур за то, что здесь. И передаю слово нашему первому спикеру Айнуру Ахметову по поводу блогера «Ютуб Татарочки. Как делать татарский видеоблог». Айнур, вам слово. Приветствуем вас, СНСС. СНСС. Вот можно я спрошу, есть люди тут действительно, кому это интересно? Ну, кто хотел бы этим заняться в ближайшее время? Или это просто типа вот для... Да, в том числе наш портал. Мы планируем развитие. Мы, во-первых, нас смотрят, мы потом это все выкладываем на YouTube-канал «Питер. Татар». Дальше у нас есть адресная рассылка. У нас есть свои Telegram-каналы и чаты, где мы обвиниваемся профессиональным вот этим вот контентом. А так как вектор нашего портала, он в сторону мультимедиа и развития продакшн, конечно же, вы здесь не просто так. Вы же дали согласие на участие. Поэтому вам слово. А можно это я сейчас спрошу? Может, у вас сразу есть какие-то вопросы, о чем именно рассказать? Потому что 20 минут, времени немного. Может, у вас есть какой-то конкретный запрос у всех? То есть, не знаю, там про аудиторию, про контент. Или лучше про все по чуть-чуть рассказать? Как? Дело в том, что, Айнур, вы для нас очень такой достаточно важный спикер, потому что и фестиваль блогеров «Заман» в 2021 году был, и «Дни татарской молодежи». Вы все время в эпицентре вот этих событий. Если брать вот, ну, как бы, там, пятый фестиваль тюркской молодежи, в общем, в сообществе «Тюбитея Фэмили», да, клуб «Бизнес Орда». Поэтому здесь важно понять, что вы, находясь в вот этих всех процессах, являясь активным участником и формируете тот или иной контент, интересно, на что вы опираетесь. Вообще, ваша миссия, ваша цель, вы зачем, ну, как бы, ведете те или иные форматы, как раз, там, создаете те или иные видеосюжеты. Вот об этом, и как вы видите развитие блог-среды, тем более общаясь напрямую с блогерами, с молодежью на всех этих слетах? По поводу, вообще, татарского, именно, вот, Ютуба, там все очень плохо. Там нет аудитории почти татарской, она есть, но именно по татарской тематике, то есть ролики в среднем собирают, там, 2-3 тысячи просмотров, и те, у кого это, вот, хороший продакшн, еще что-то, там, кто делает что-то интересное, вот. Вот, но при этом есть какие-то такие аномалии, например, есть канал Фогилия, кто знает такой канал, где женщина просто снимает бабушек, там, женщин, которые говорят по-татарски, и там, ну, такие ролики, где, там, она снимает бабушку, и бабушка говорит, типа, ко мне ночью пришел шайтан. Вот, эти ролики очень много просмотров собирают, там, десятки тысяч, там, сотни тысяч, это на данный момент самый, вот, такой популярный, наверное, живой татарский Ютуб-канал. Есть Ютуб-каналы каких-то звезд, типа, там, Гузель Уразовой, Элвин Грей, там тоже много подписчиков, вот. И все остальное ничтожно мало имеет какую-то, там, не знаю, аудиторию, вот, а мы сами Ютубом, ну, это вот просто, чтобы вы понимали, что есть, да, то есть есть вот такие ролики, где, там, бабушки говорят по-татарски, они собирают много просмотров, на основной способ их распространения, там, ватсапе друг друга присылают, там, говорят, посмотри, какой ролик. Вот, есть что-то интеллектуальное, там, типа, уроки истории, политические какие-то мысли, это каналы, типа, там, Тат Полит, Татары Мира, и в том числе, вот, пример, наш канал, если делать чисто татарское, это собирает, там, две-три тысячи просмотров. Есть каналы звезд, то есть, которые выкладывают, там, свои песни, клипы, они тоже собирают много просмотров. Есть просто каналы, которые, там, выкладывают нарезки с различных, там, ну, с различных песен, там, танцев татарских, и, наверное, еще можно выделить, там, различные медиа, у которых тоже есть свой канал, типа, ТНВ свои ролики выкладывает, ТМТВ свои ролики выкладывает, вот, но это, как бы, нам не релевантно, потому что мы говорим о каком-то, вот, ну, собственном, там, авторском блогинге. Вот, и здесь получается какая вещь, что очень тяжело будет набирать аудиторию тем, кто хочет этим заняться, очень тяжело это делать. Почему? Во-первых, еще раз, нет какой-то сложившейся татарской аудитории в Ютубе, она есть, судя по всему, в Инстаграме, судя по всему, в ТикТоке, вот, но в Ютубе ее такой сконцентрированной нет. Во-вторых, Ютуб, как площадка, которая сама свои... Как, ну, вот, площадка, которая сама распространяет вот свои видео, то есть ее вот интеллектуальные системы, которые позволяют шерить дальше ролики и находить новых зрителей, она работает таким образом, что она не очень хорошо понимает, где татары, где русские, где, там, не знаю, пашкирии и тому подобное. То есть пока не будет много каналов, много татар на Ютубе, которые будут смотреть от ней те же татарские каналы, тяжело будет двигаться, потому что Ютуб не понимает, кому дальше рекомендовать. То есть человек, который смотрит татарский канал, он также смотрит, там, условно, Дудя, какую-нибудь, там, популярную политику, и, там, не знаю, и другую, и так далее. И, то есть непонятно, кому показывать. Например, в эту ловушку попали мы. Мы, когда начали делать ролики, Ютуб начал нас показывать казахам. И у нас образовалось большое казахское ядро на канале. Соответственно, у нас стало казахов 50%. И когда мы, и мы, получается, стали зависимы от аудитории. И, соответственно, мы не можем, мы с тех пор дальше не можем вернуться в татарский, вот чисто в татарский, теперь мы делаем тюркский контент. То есть у нас мы затрагиваем, в принципе, все, весь тюркский мир, все шесть, сколько там, независимых стран, да, рассказываем про Казахстан, в первую очередь, Кыргызстан, Туркменистан, Азербайджан, Турцию. Рассказываем про тюркские народы в России и так далее и тому подобное. И туда, то есть, получается, вкрапляем татарское. То есть если мы делаем там реакцию на татарские клипы, то там будет, например, казахский клип и татарский мир. Если мы говорим про новости, мы обязательно расскажем про новости Казахстана, про новости Турции, и там только вот новости татар. Вот так вот получилось. Потому что мы почти пять лет развивали канал, только делали для татар, и мы там собрали типа 4-5 тысяч подписчиков. И вот ровно год мы делаем канал для тюрков, и у нас за этот год на канале почти 20 тысяч подписчиков. Ну, то есть это очень показательно. Колоссальный, колоссальный рост. Да, да, но это вообще, конечно, я не выдержала поэтому комментарий. Так, интересно, дальше вот какие процессы в развитии столкнулся ваш канал? Ютуб, в отличие, например, от других блогов, требует очень много работы. Например, ну, то есть вы помимо того, что сняли видео, там нужно со всеми договориться, снять, к нему еще идет очень большая работа, в том плане, что ее надо смонтировать. Туда нужно сделать обложку, туда нужно ее сделать описание. Это занимает очень много времени. То есть для тех, кто хочет больше, ну, дальше этим заниматься, здесь нужна система. У нас, например, система очень простая. Мы встречаемся раз в две недели, снимаем 3-4 ролика, и потом в свободное время монтируем и стараемся выпускать там один ролик в неделю, там, два ролика в неделю. Ну, то есть у нас вот так было. После событий 24 февраля мы немножко сбились, потому что мы не понимали, что показывать в этих текущих реалиях. Ну, вот, потому что, ну, казалось, что уже такое, ну, там, развлекательное что-то неуместное, а у нас, то есть развлекательный контент имел большую долю. Вот. Это вот просто, ну, для тех, кто хочет заниматься, нужно понять, что этим нужно заниматься системно. Это если вы делаете сами, нужно самому время выделять, я не знаю, ну, в неделю, я думаю, что в среднем, там, часов 20 на это точно нужно уделять. Ну, вот, либо, ну, как бы иметь ресурсы, чтобы нанимать монтажеров, дизайнеров, чтобы самому, например, отсняться и отдать там на монтаж. Мы монтируем сами, у нас канал генерирует какие-то деньги, у нас есть спонсоры, патроны, раньше была YouTube монетизация, но это, то есть, небольшие деньги, то есть мы, там, может быть, 15-20 тысяч в месяц можем сделать, там, в лучшие времена. Вот. Сейчас, еще раз, монетизация YouTube отключена, но вот у нас, так как 50% казахи, у нас это монетизируется, потому что они смотрят, а у них монетизация не отключена, соответственно. Плюс есть, вот сейчас многие люди сидят с VPN, и, например, когда они с VPN заходят в Instagram, потом переходят на YouTube, у них тоже монетизация остается. Дальше, по поводу форматов тоже скажу, например, что можно было бы делать татарам. Сейчас вообще на YouTube большую экспансию делает Татмедиа, они там, у них огромные бюджеты, они сделали очень много каналов, может, видели, там, у журналов, там, Yolken есть свой канал, есть там Татмедиа Джуниор канал, то есть миллион различных татарских каналов, но просмотры там, по-моему, тоже не особо, там, большие. Вот. Поэтому можно разделить тоже по аудиториям. Вот только татароязычный контент, очень маленькая аудитория будет, то есть очень татароязычный. На русском языке, но про татары и околотатарскую тему, чуть больше будет аудитория, но будут те, кто будет писать вам, типа, И так далее и тому подобное. Вот. И третий вариант, можно делать какой-то симбиоз. Например, мы начали делать симбиоз, мы, условно, там, 60% роликов вначале говорим на русском, и 40% говорим на татарском. Но мы вначале говорим, ребята, если вы хотите послушать татарскую часть, переходите по тайм-коду и слушайте по татарски. То есть, таким образом, ну, ролики очень интерактивные, то есть, в любой момент вы можете там нажать на тайм-код, перейти и, соответственно, получить, ну, как бы, внимание всех, всех людей. Дальше. Какие ролики по формату? Мы, например, остановились, что мы берем несколько форматов, это подкаст, и подкаст, соответственно, что это? Это просто разговор на видео. То есть, у вас должен быть, вообще, что бы ни случилось, должен быть всегда качественный звук, 100%, потому что очень много людей слушают YouTube на фоне. Они ставят телефон, не знаю, сидят в туалете, моются в душе, кушают, готовят кушать, и так далее, и тому подобное. То есть, все люди, которые занимаются исследованиями поведения пользователей YouTube, они, как бы, ну, говорят о том, что это вот большинство времени, это на фоне, поэтому у вас, в первую очередь, должен быть хороший звук. Вот. И, соответственно, у нас просто вот есть подкаст. Если у нас, ну, подкаст, что такое? Вы просто говорите, у вас меняются там кадры, какой-то кадр приближается, и если тема интересна, вы можете хорошо говорить, то есть, люди это посмотрят, но, то есть, вы для себя облегчаете работу, вам не нужно много монтировать, то есть, вы быстренько сняли, вам нужно на монтажном, ну, на монтажном каком-то приложении быстренько один раз посмотреть, нарезать, и все, все супер, очень быстро, очень удобно. Например, если вот вы делаете, как Urban Tatar, еще без видео, то вообще супер, там только аудио, ну, то есть, аудио тоже, я думаю, ребята редактируют, но в любом случае, достаточно быстрый процесс. А потом у нас есть новости, то есть, когда мы там раз в две недели обсуждаем новости татарского и тюркского мира, здесь удобно то, что вам не нужно думать в голове контент, он сам, ну, как бы сам появляется, то есть, вам сам мир дает контент. По поводу новостей, у нас с ними тоже все очень плохо, в принципе, в татарском мире, например, нет какого-то там хорошего источника, если вы читаете там Tatar Inform, там или какие-то татарстанские СМИ, там получается, будто бы много мусора, там они тоже, чтобы, например, привлекать какое-то внимание, часто пишут про какие-то там, ну, там какую-то желтуху, типа про жизнь звезд, какие-то ДТП, еще какая-то фигня, которая, ну, неинтересная. И поэтому мы вот решили просто отбирать какие-то новости, которые действительно касаются татарского мира. Есть очень много новостей, о которых, как бы, в принципе, нигде никто не пишет, потому что они там табуированы. Ну, то есть, чтобы вы понимали, 99% татарстанских СМИ и организаций это государственные деньги, они завязаны на государстве, поэтому там, ну, как бы, то, что нельзя, никогда не выйдет. Вот, у нас выходит, потому что мы независимые. И это вот, ну, мы считаем, как бы, вот, то, что вы спросили про миссию нашу, вот мы считаем одной из миссий как раз-таки говорить о каких-то важных для татарского мира вещах, о которых там, ну, мало где еще скажут. То есть мы дополнительно пытаемся какие-то проблемы освещать. Например, вот мы там пытались активно освещать тему закона Клишиса Крашевельникова по поводу лишения, Института Президентства в нашей Республике. Вот, ну, и это получило очень большой отклик не только со стороны там татар, но и со стороны там всего тюркского сообщества. Дальше у нас есть еще один такой вид контента, это наши реакции, когда мы просто, вот есть в интернете популярный такой вот, ну, может кто не особо там смотрит, реакция, когда вы просто смотрите, смотрите чужой контент и просто реагируете, типа, вот это да, вот, и людям это нравится, и мы таким образом распространяем, ну, например, вот есть там группа Гауга, она выпускает свой клип, его смотрят тысячи, полторы тысячи, две тысячи человек. Мы снимаем на него реакцию, и эту реакцию смотрит там другая аудитория, условно, тысяч пять. И вот мы помогли Гауге, условно, еще получить каких-то просмотров, узнать о них. И, соответственно, мы просто берем разные вот тюркские группы, то есть мы сейчас это прям неактивно, у нас сейчас это на канале представлено только все отснятым, но мы это не выпускаем еще раз, потому что сейчас будто бы непонятно, почему, ну, как это может существовать. Вот, поэтому мы это сделаем чуть позже. То есть, в принципе, еще раз, формат реакции, когда вы берете какой-то контент, например ролик, там есть ролик в интернете, там типа «Моя жена татарка». Вы смотрите и говорите «Стоп, вот это то, что мужик говорит про свою жену татарку, это неправда, типа или правда». Ну, то есть как-то комментируете чужой контент. Это тоже очень удобно, потому что и в монтаже просто получается, и у вас есть уже что обсуждать, о чем говорить. То есть, так как если, ну, большинство из вас, я думаю, работают на какой-то работе, там занимаются еще чем-то, у вас в любом случае вот этот YouTube-блог будет побочным вряд ли вы сможете прям только-только, ну, вряд ли только этим будете заниматься. Поэтому у вас будет мало времени, и вам нужно будет экономить свои ресурсы, что умственные, что временные, и так далее, и тому подобное. Ну вот, это вот мы на чем остановились. То есть, три формата новости, просто беседы на разные темы. То есть, у нас сейчас идет блок подкастов на тему тюркских народов. То есть, мы взяли все тюркские народы, разделили их по численности, например, там от милли... У нас есть ролик там тюркские народы от пяти миллионов и больше, от миллиона до пяти миллионов, там, от пятьсот тысяч до миллиона. И вот мы хотим пройтись абсолютно по всем, по всем тюркским народам. То есть, классно. Мы, во-первых, сами узнаем новую информацию, пока готовимся. Во-вторых, люди как-то, ну, собирают это в едино, всю вот эту информацию и так далее, и тому подобное. Вот еще раз, подкасты на разные темы, новости и реакции. То есть, вот мы выяснили, что это заходит, люди это смотрят. То есть, мы много разных форматов пробовали, вот вам говорю сразу такую, то есть, ну, соль. То есть, это действительно люди будут смотреть, будут слушать. Соответственно, что, как можно это подытожить еще раз, YouTube требует много времени, много ресурсов, требует качества, то есть, по звуку, по картинке. И третье, это эксперимент, то есть, здесь нужно, вот у вас есть гипотеза, вы ее тестируете, понимаете, будет это смотреть, аудитория не будет. И даже ту тему, которая у вас зашла, возможно, люди не будут активно смотреть, потому что, ну, не знаю, вот в один момент вы просто не угадали, например, вот смотрите, очень важно посмотреть, ваше ли ролик, нет, вот по картинке, которая там будет, сейчас попытаюсь включить демонстрацию экрана, вам показать, и по заголовку. То есть, они должны быть так называемыми кликбейтными, то есть, чтобы человек захотел кликнуть, и потом в первые 3-4 минуты вы еще должны удержать его внимание. То есть, на YouTube очень важно такое понятие, ну, такая метрика, как глубина просмотра, то есть, сколько человек остается на вашем видео. Вот, ну, то есть, работы много, она интересная, и я считаю, что вот видеоформат, все абсолютно сейчас соцсети делают ставку на видеоформат, это развивает и ВКонтакте, и Инстаграм, только пытается видеоплощадкой стать, и YouTube, поэтому, я думаю, татар в YouTube должно становиться, конечно, больше. То есть, мы друг другу не конкуренты, вот что важно понять, то есть, многие татары, силу, не знаю, себя какого-то, не знаю, менталитета, хоть я не особо верю в менталитет, но они как бы любят там конкурировать, вот, я жил в Питере, в Питере миллионы организаций, там несколько духовен, все друг с другом кусаются, собачиваются, нет, ну, вот, и так в каждом регионе, и в силу этого татары часто воспринимают друг друга как конкурентов, но вот в социальных сетях у нас другая ситуация, чем больше татарских каналов, тем круче, то есть, единственное, надо сделать так, чтобы они там не обсирали друг друга, они говорили, вот этот канал плохой, вот наш правильный, просто у нас уже были, чтобы вы понимали, уже были замесы другими каналами, когда блогеры на других каналах выходили и говорили, вот, канал YouTube татарочки, типа, это типа отстоит, типа вот, поэтому там девочки там, а у нас как бы девочки там ведут, они говорят, типа девочки там глупые, ничего не понимают, то есть, уже такое было, вот, но нам, чем больше каналов, тем больше аудитории, тем больше все мы будем расти, То есть для нас YouTube — это софт-пауэр для всего татарского народа. Это способ доносить какие-то свои идеи, поэтому добро пожаловать. Вот, я не знаю, может, у вас есть у кого-то... У меня просто я... У меня сегодня интернет очень медленный. Может, у вас кто-то может сделать демонстрацию экрана и показать наш канал? Пока мы технически решаем этот вопрос, хочу поблагодарить Айнура. Айнур очень емко, динамично, и, конечно, то, что вы рассказали, это прям, скажу, такое вызывает огромное уважение, почтение, несмотря на то, что вы в этом плане там... Хотя 4 года, да, вы там... Канал не занимает? 6 лет. Вот канал, я открыл. Да-да-да. Вот если ты включишь VPN, у тебя еще картинка погрузится. У тебя есть VPN какой-нибудь? Нет, VPN-а здесь нет. Ну, короче, Российская Федерация заблокировала там сервера Гугла, где лежат картинки. Ну, ладно, вот нажми на видео. Вот, во-первых... Нет, нет, вот там есть вкладка «Видео». Видео. Ага, вот. Здесь можно посмотреть, вот смотрите, от чего зависит. Вот обратите внимание, какие у нас яркие картинки, заголовки. То есть это очень сильно решает в вопросе просмотра видео. И вы можете посмотреть. Если, например, мы пытаемся вкрапить татарский какой-то контент, он собирает гораздо меньше просмотров. Например, у нас там есть ролик с Ингелем по Таху, у меня есть ролик про Шаймиева. Они собирают там существенно меньше, чем, например, вот там «Угадай язык тюркской песни». То есть вот это вот... Так вот, там, видите, ролик есть про Адели Кутую. То есть у нас идея какая? Мы с помощью какой-то прям дикой попсы привлекаем побольше аудитории и пытаемся ей дать что-то вот про татар. То есть там и татары посмотрят, и, может, кто-то еще из новой аудитории посмотрит, кому это будет интересно. Вот, идея такая. Поэтому, если есть вопросы, спрашивайте, там с удовольствием отвечу. Айнур, давайте тогда так сделаем. Мы сейчас перейдем, чтобы нам всех спикеров услышать, а потом у нас будет небольшой дискурс. Договорились? То есть как бы вот в таком ключе мы стараемся придерживаться, потому что вопросы есть, но вопросы, они как раз еще обретут большего смысла значимости, когда мы по всей нашей конве пройдемся. У меня только вот на данный момент восторг. Катя, можно я спрашиваю? А, ну давайте, хорошо, давайте. Я спрашиваю. Потому что это у меня вопрос невеликий, чисто технический. Может, ты меня знаешь, не знаю. Блем-блем, конечно. Какой объем монтажной работы? Кто монтирует ваши передачи? Какой объем? Только время не занимает. У нас есть, монтирую и я, и Алсу. Алсу Хафисова, ведущая. Мы берем одну неделю, монтирую я, следующую готовит она условно. Монтаж занимает... Ты сидишь в Питере, да? Нет, я в Казани. Ну тогда ладно, тогда как-нибудь встретимся. Почему я учиться пришел у тебя. Я хочу, чтобы у Конгресса Татар, или у некоторых людей Конгресса Татар был YouTube-канал. С удовольствием мы поможем. Ну часов шесть занимает монтаж в третьем. Если по объему. Одной передачей. Одной, да, передачей. Ну это знаешь, если... Вы туда ведь другие посторонние видео вставки тоже ставите, да? Да, 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 да. А если... Вот есть у меня знакомый Фарид Мусратуллин в Екатеринбурге. 69 лет. Он на мобильник снимает ролики, рассказывает сам. Или жена его держит, мобильник. Монтирует на мобильнике, как он делает. И выкладывает. У него YouTube-канал есть. Фарид Мусратуллин. Так тоже можно. Так что ваш пример вдохновляет нас. Я буду... Надеюсь на твою поддержку. Я рада. Конечно, у нас есть операторы и режиссеры. Ну, есть кому монтировать. Но они тоже этим не занимались. Ну да. Да, конечно. Когда слушаешь... Пресисок, это прилично, конечно. Ну, а енды, да. То есть полноценный рабочий день. Еще раз, Айнур, скажите, у вас, если брать неделю, в неделю сколько выпусков? Минимум один, максимум три. И вы как раз вот по этому барабану, про который говорили, да, вот подкаст «Новости и реакции», да, вот, ну, как бы, вот, прокручиваете, да, вот. Да, да, примерно так, да. Так, значит... Деньги, деньги откуда берете? Скажи, откуда? Монезатор, говоришь, от рекламы немного спонсоров. Деньги. Во-первых, YouTube раньше платил сам. То есть вам рекламу показывает YouTube. чтобы он нам, ну, начислял деньги небольшие, там, где-то тысячи, две, три, четыре в месяц. И есть у нас спонсоры, то есть патроны – это люди, которые добровольно сами ежемесячно перечисляют какую-то сумму, там, от ста до, там, трех тысяч рублей. Вот, и в сумме это вот выходит, там, 15-20 тысяч какие-то покрывают. То есть мы эти деньги копим и покупаем технику. Техника дорогая, соответственно. Так сами работаете бесплатно? Ну, сами-то, конечно, бесплатно, да, за идею. А может быть, как раз-таки логики того, что выделяется огромный бюджет, и может, какой-то грант получить? Рассматривали ли вот такое взаимодействие по грантам? Как-то вот в эту сторону смотрели? Нет, у нас это принципиальная позиция. Если мы даем информацию, как только мы возьмем какой-то грант, мы будем как-то с кем-то аффилированы, что, ну, на данный момент на территории Российской Федерации для нас, ну, такое, репутационные издержки. Ага, объективность, да, понятно, объективность, независимость. Как раз вы до этого в этом докладе и рассказали о том, что берете ту или иную новость, и ее, как бы, собственно, да, то, что республиканские не могут озвучить, вы, по крайней мере, вот создаете. Вокруг этого определенное тоже, да, такое информационное поле. И службы в определенной могут тоже обратить внимание. Ну, в общем, на самом деле это очень ярко, остро и в то же время смело. Много то, что я услышала, это у вас образование, оно связано с журналистикой. Откуда такие вот глубокие познания, что, как, и такая динамика. Вы как, сформировались как профессионал в этом? Что-то параллельно где учились, либо образовать не имеете это? Нет, я по образованию программист. Ну, как бы, YouTube, и вот, как бы, когда вы же в Instagram-блогеры не спрашиваете, у вас есть еще образование-то. Ну, вот, это просто, как бы, ну, в современном мире какой-то побочный навык, который, хочешь, не хочешь, как бы, развивается. Ну, меня здесь что интересует? Вот, ну, вот это вот Лев Гумилев, пассионарность, да, и так далее. Это что-то вот внутри, в глубине души, вот, желание, да, вот что-то такое татарское генерировать контент. Ведь несколько лет посвящали этому, а потом уже стали таким более тюркским, да, объединяющим каналом. Вот, откуда это, что это? Ну, как бы, может быть, что-то вас, наоборот, вовне очень сильно так расстраивало, либо что-то вот вы недополучали и решили, что раз я это не вижу, я лучше сам создам. Вот мотивация, она откуда пришла вообще, в принципе, генерировать этот YouTube-канал, потому что всегда сидит какая-то мотивация. В вашем случае что это было с пусковым механизмом таким? Ну, вот я в Питере, когда приехал учиться, попал в татарское движение, то есть я сам родом из Уфы, то есть когда я рос в Уфе, в школе, ну, как бы, там вопрос идентичности, он не стоит, потому что, ну, как бы, ну, как бы, это вот многонациональная республика. Но в Питере, когда ты приезжаешь, и ты говоришь, я из Уфы, и тебе говорят, а это что, это в России вообще-то? Ты говоришь, Айнур меня зовут, они, там, 50 лет учат твое имя. Люди вообще не понимают, ну, то есть в УЗИ никто не понимал, какая национальность, они смотрели на меня. То есть у меня реально миллион историй, я сдаю экзамен, преподаватель такой, Айнур Ахметов, а ты откуда? Я говорю, а догадайтесь, и никто не может понять. То есть когда там спрашивали людей, типа, а кто такие татары? Они говорят, ну, типа, ну, татары-монголы, там, Дань, да. То есть, ну, то есть, нет вообще, и тогда у меня начала появляться идентичность, я понимаю, что я что-то как-то отличаюсь там. Вот, нашел татар в Питере, у нас была там организация, объединение татарской молодежи, вот, я, в принципе, ну, вот, многих татар в Питере знаю, и вот попал в организацию. И, соответственно, мы начали делать татарские проекты. Но потом идея, почему в интернет перейти, была очень простая, потому что, ну, ты в офлайн-мероприятии, ну, сколько ты людей соберешь? Там, условно, ну, самый большой зал соберет 500 человек, ну, тысячу. То есть, ну, просто делая что-то на видео, ты просто сможешь гораздо больше аудитории охватить, и все. А желание татарским заниматься, оно, как бы, такое пермаментное, постоянное, и вот просто, как бы, YouTube-канал это такая отдушина, то есть я все равно что-то делаю татар. Во всем мире, в цивилизованном Западном, там, люди, помимо работы, там, участвуют в одном-двум общественных каких-то движениях, и у меня это такое вот общественное движение, которое татарское. Машала. Айнуров, очень-очень здорово взбодрили своим докладом и такой задали ритм. В общем, видите, и Ремзелябэй с вами тоже планирует уже встретиться. Так что дальше переходим к следующему спикеру. А вас еще раз, Адига Зурахмаса, и, да, да, будем с вами советоваться. Вы в этом плане профессиональные. Мы очень хорошо видим нашу YouTube, показывает возраст наших людей. Если я вам скажу, кто нас смотрит, вы все офигеете. Айде, айде. 45 плюс. Больше 50 процентов аудитории. Маскауде, неге, татар-медене узягинда, китапханага, китап оларға киргеш. Он да, Зурия Штагиня бір опа. Білмейм, ул татар сында, да, тоги, бошқа татар ауылынан. Хамбез нерседурсили бошлағаш, подкаст тип ме, нерседурсили бошлағаш. Без дэй шнурд, бей коз. Без дэй шнурд, бей коз. У меня еще есть вопрос, но мы все-таки послушаем следующие доклады, а потом уже вернемся, потому что время 15.45. Благодарим. Дальше мы переходим к следующему нашему докладчику Шамиль Майлунов, Урбан Татар. Вот как делать татарский подкаст? Айнур, вам слово, расскажите, пожалуйста, поделитесь об этом. Ой, Шамиль, Шамиль, все уже. Да, Шамиль, вы здесь, с нами? Да, да, меня слышно, видно. Да, да, и даже вот видеопрезентация. Я представляю сообщество молодежи из Челнов, Урбан Татар, и у нас есть свой подкаст, тут подкаст, и вот на его примере как раз, на опыте того, как мы его делали, я вам сегодня подготовил такой небольшой доклад. Тема у нас, как делать татарский подкаст, но мы как бы можем, не обязательно должен быть этот татарский подкаст, все, что я скажу, это применимо к подкастам на любом языке. Итак, для начала вам нужно определиться, для чего вам нужен подкаст. Как мы видим, есть несколько форм, получается, вообще подкаст это как форма коммуникации с вашей аудиторией, возможность показать лицо бренда и повышение репутации и доверие к вашему бренду. Причина, по которой вы начали подкаст, может быть и просто заработать денег, если у вас уже есть какая-то большая аудитория, и вы можете продавать рекламу на своих подкастах и тому подобное. Почему именно подкаст хорош? Чем хорош именно подкаст? Он позволяет влезть в голову практически вашим слушателям. Если людям очень нравится ваш подкаст, то они вас будут воспринимать, по сути, как своих собеседников или людей, которые просто сидят с вами в комнате и разговаривают. Они будут воспринимать вас как такого доброго знакомого. Что еще? Согласно исследованиям, вообще 70% людей, которые слушают ваш подкаст, они будут возвращаться к вашему бренду. То есть вы еще можете использовать подкаст как метод продвижения вашего бренда. Мы же записываем подкаст, чтобы быть ближе к нашей аудитории, познакомиться с ними, чтобы они знали, кто мы такие. Перед тем, как вы начинаете запитывать подкаст, нужно определиться с тематикой. Вот, как вы видите, есть несколько форматов, так скажем, информационно-новостной. Когда вы говорите о каких-то новостях, новшествах в этом мире, образовательные подкасты. Если идет речь о каком-то образовательном моменте в ваших подкастах, документальной, если вы говорите о каких-то, так скажем, допустим, об истории или какие-то официальные, у вас есть какой-то официальный материал. Подкаст разговорный, когда вы просто, герои вашего подкаста разговаривают между собой, застраивают какие-то темы. И ток-шоу. То есть это вообще подкаст может быть записью прямого эфира какого-то и быть в формате шоу, которое людей очень сильно в эмоции бросает. Наш конкретно подкаст, тут подкаст, это разговорный подкаст, где мы разговариваем со своей командой, приглашаем каких-то гостей и просто говорим с ними о жизни, о том, что мы сами переживаем и о другом. Так, тут что-то у меня ползло, неправильно написано. Итак, чтобы записать подкаст, свой первый, вам нужно определиться с темой конкретного выпуска, о чем вы будете говорить, какие темы будете затрагивать. Кто будет участвовать в вашем подкасте, это может быть разговор с самим собой, просто монолог. Это могут быть ваши друзья или приглашенные эксперты. И какой сценарий подкаста. Вы должны заранее подготовить его, о чем вы будете говорить, какие темы будут затрагиваться, какие темы запрещены в вашем подкасте. Например, это какие-то религиозные разговоры или политические. Об этом обязательно нужно сказать участникам вашего подкаста. Подготовить вопросы, наводящие вопросы, чтобы ваш подкаст в какой-то момент просто не остановился и не началось молчание. И теперь уже более техническим моментом, как его записать. Вы можете записывать подкасты дома или в студии. Если у вас нет возможности воспользоваться студией, выберите себе какое-то помещение. Оно должно быть максимально заставлено. Если есть у вас плотные шторы, занавесьте все. Помещение должно быть слишком большим, чтобы не было эхо. Если у вас есть ковер, лучше постелить его. Или если у вас есть на полу ковролин, еще лучше постелите, не знаю, повесьте ковры на стену. Сделайте так, чтобы звук максимально был плотный и не отражался от поверхностей. Если вы записываете в студии, там уже вам помогут, скорее всего. Будут хорошие микрофоны, закрытое помещение со звукоподавляющими, получается, вставками. Если вы записываете в каких-то домашних условиях, вообще можно записывать. Мы свой первый подкаст записывали на iPhone, буквально на микрофон телефона. Но потом в итоге мы его перезаписали, потому что качество звука еще оставляло желать лучшего. Пользуйтесь, если у вас есть возможность, купите хороший микрофон или арендуйте его. Воспользуйтесь звуковой картой. Сделайте так, чтобы звук был максимально хорошего качества. По обработке сделайте так, чтобы голос всех спикеров одинаково звучал по громкости, чтобы не было такого. Один спикер, даже если он говорит тихо, нужно будет его сбалансировать, чтобы он звучал гармонично со всеми остальными участниками. Можно наложить музыку какую-то фоновую на свой подкаст, но будьте осторожны. Какая-то авторская музыка может просто не пройти модерацию на площадках. Вы можете искать музыку на аудиостоках, где авторы позволяют пользоваться ей без ограничений. Вырежьте все, все ненужное из подкаста. Это и какие-то, все, что не должно было попасть в подкаст, это несоответствие теме, можете выразить нецензурную брань, слова-паразиты, какие-то вздохи, шумы, мучания и так далее. Что по публикации? Определите, на каких площадках вы будете выкладывать свой материал. Вы можете воспользоваться стриминговыми сервисами ВКонтакте, Spotify и другими. Но не забудьте заранее на них зарегистрироваться, потому что некоторые из них требуют пройти модерацию, которая может занять некоторое время. Также вы можете выкладывать подкаст на своих площадках или только на своих площадках. Или можете просто выложить его на своей страничке, наличной, например. Что же еще? Будет классно, если у вашего подкаста будет свой джингл. Это какая-то аудиозапись, которая будет воспроизводиться, например, в начале вашего выпуска, в конце. Между темами. Для этого нужно будет приготовить короткую версию этого джингла. Сделайте при публикации, также подготовьте небольшое описание к вашему подкасту, чтобы слушатель заранее знал, о чем будет идти речь. Приготовьте обложку к вашему подкасту, но постарайтесь сделать так, чтобы она не была похожа на логотип вашего бренда, если он такой есть. Сделайте ее яркой, запоминающейся. И определите возрастные ограничения. То есть, если в вашем подкасте есть что-то нецензурное, то нужно будет это пометить обязательно на площадках. И, скорее всего, такой материал не будет так хорошо продвигаться на стриминговых сервисах. Вот пример как раз нашего подкаста. Как вы видите, здесь название выпуска. 2021 мы подводили итоги. Небольшое описание. Тайм-коды, участники подкаста, не забудьте их упомянуть. Кто участвовал в создании подкаста, автор джингла, это у нас УСАЛ, и технические специалисты. Логотип, вот обложка нашего подкаста, это картинка, предоставленная Данилом Ахмедшиным. Вот она, на ней нарисован такой злой КАМАЗ, что очень, так скажем, олицетворяет наше сообщество, что мы из челнов, и такие очень заряженные, в принципе. Вот так выглядит картинка для публикаций в социальных сетях. Не забывайте продвигать ваш подкаст в социальных сетях. Делайте так, чтобы все выглядело красиво, звучало хорошо. И, в принципе, на этом все. Можете подслушать наш подкаст на стримовых площадках, называется УДПодкаст. Также ссылка на него вы можете найти в наших социальных сетях «Урбан Татар» и нашего интернет-радио «Урбан Татар». Спасибо. Шамиль, благодарим за отличный такой доклад. Первое, что интересует, как давно он существует? Второе, что сподвигнуло вас его вообще создать, сгенерировать? Третье, ваша целевая аудитория, кто его слушает и каким образом прирост происходит? Какая динамика? Дайте, пожалуйста, ответы. Наш подкаст существует уже практически год. Мы записали первый сезон, и пока у нас такая небольшая творческая пауза. Для чего мы его записывали? Мы хотели быть ближе к участникам нашего сообщества, быть ближе к людям, которые за нами следят. Целевая аудитория – это участники нашего сообщества, наши фанаты. Мы практически знаем всех людей, которые нас слушают. Поэтому наш подкаст максимально ориентирован на этих людей. Им интересно нас слушать, они такие восторженные комментарии оставляют. Что нас подвигло к этому? Наверное, просто как-то мы вечером собрались и захотели записать что-то интересное для людей, самим высказаться и донести это до наших слушателей. Насчет аудитории, сколько народа у тебя и примерно какая возрастной, социальной? Возрастной, социальной – это точно татарские активисты. Практически большинство из них, наша аудитория – это татарские активисты из Чулнов, из Казани, и даже есть люди из-за рубежа. Они из интернета слушают? Да, все доступно через интернет. Динамик какая положительная есть? Раскручивается? Растет это или не растет? Я вот редко вижу, что кто-то искал радиопередачу или подкаст. В принципе, слушатели наши фанаты, плюс-минус, всегда количество слушателей одно и то же, но потихоньку растет от выпуска к выпуску, особенно какие-то интересные выпуски с интересной темой очень хорошо людям заходят. А насчет количества я сейчас не смогу точно сказать, так как на разных площадках слушают разное количество людей, но, в принципе, около 100-150 человек. А ссылки куда кидаете? Вот у тебя вышла передача. Как я могу узнать? Ты можешь прислать мне ссылку? Вот у тебя вышло только что. Все новости по нашим подкастам есть в социальных сетях «Урбан Татар». Ссылку могу прислать. Хорошо, я напишу тебе свою. Ага, хорошо. Все. Можно я скажу по поводу подкастов? Ага, конечно, да. Я бы хотел всем прорекламировать. «Урбан Татар» – очень классный подкаст. Это самый качественный подкаст, который сейчас есть у татар. Вот я очень жду второй сезон. Но что-то, вот, ребят, давайте выходите из вашей паузы. Да, спасибо большое. Мы уж стараемся сделать качественный звук. То есть у нас мы записываем все в студии, чтобы все хорошо звучало. Сначала интересных спикеров, интересные темы, актуальные, пытаемся затрагивать. Спасибо большое. Вот такой вопрос вдогонку по поводу финансирования. Каким это образом? Тоже все такое волонтерское? Альтруизм? Каким это все образом? Мы полностью, вообще, все наше сообщество, оно – это волонтеры, такие очень идейные ребята, которые за идею готовы работать. Мы записываем наши подкасты в студии Татарского драматического театра имени Языги Лязова. То есть нам это позволяет сделать хороший технический специалист у нас есть, который помогает нам качественно записать весь звук, сбалансировать его. Нарезаем подкаст. То есть мы уже сами все остальное все сами делаем. Тема вы выбираете, какому принципу, с точки зрения актуальности, потому что вы там весь перечень обозначили документально, образовательно и так далее. А в целом, я, к сожалению, не слушала ваш подкаст, но вот тоже, как часто выходили ваши разговоры в неделю, например, и вы как чередовали про образование, какую-то новость? Можно поподробнее чуть-чуть здесь? Наш подкаст выходил в среднем один раз в две-три недели, и у нас вообще не было какого-то четкого, так скажем, устоя, что мы должны обсуждать. Просто, допустим, в Челны приезжал какой-то интересный человек, там, не знаю, артист или кто-то, и мы приглашали его записать подкасты на ней и обсуждали актуальные темы, которые вот в этот день были актуальны, ну или в ближайшее время. Поэтому, как такового у нас плана прям нету, ну, нет его просто. Обсуждали новости с нашей командой, которые были нам интересны, что мы сами переживали. Все, спасибо большое. Ну да, да, благодарим, Шамиль. Ну что ж, мы дальше переходим. Будут еще вопросы, мы вернемся. Здесь у нас уже, сейчас мы передаем слово Римзелю Валееву, Всемирный конгресс татар. Вот вы расскажете нам доклад, сделаете татарская печать, современные тенденции. И как раз-таки вот такая произойдет, как я понимаю, связь от печатных, если есть масса информации, к сегодняшним такой вот мы сейчас взор благодаря вам, Римзеля, мы осуществим. Ну что ж, вам слово. Добрый день. Никак не хочется основательный большой доклад делать, мне надо размахнуться, час обязательно и так далее. Поэтому я тезисы скажу, поскольку тема довольно интересная и банальная. Татарские СМИ, тенденции, первый тезис, тенденцию к инкеразу, то есть вымиранию, как бы так считается. И действительно есть такие примеры, поскольку знание родного языка сокращается у молодежи поменьше и теснит электронной формой носителей, интернет, телевидение, радио. Поэтому можно, так сказать, есть такая тенденция. Но в то же время, если серьезно смотреть, я сам с собой буду спорить. Давайте сначала договоримся о том, что такое татарская СМИ, татарская печать, татарская пресса. Тогда, конечно, это татароязычные. Татароязычные – это несколько другое, но тем не менее давайте татароязычные. Ну, большинство современной молодежи сейчас, особенно городской, пока только тонкая прослойка, только начинает изучать и разговаривать, типа как пархат, понимаешь ли. А так не очень владеет. Поэтому контент татарский, история татарская, туры татарской, я тоже отношу к татарской культуре. Поэтому в связи с этим у меня есть статья «Роль СМИ в этностроительстве» в сборниках единства татарского народа к столетию татарского СМИ. Я лет пять пропитал на журфаке КФУ, я тогда написал. И поэтому татарская печать – это поддержка языка, формирование информационного пространства, поддержка этнической самоидентификации. И главное, получается, что это сфера существования языка. Если печати нет, если телевидения нет, если радио нет на татарском, если еще дома не общаются, значит, все, языка нет. А раз языка нет, сами понимаете, этнической идентификации тоже исчезает. Поэтому мы договариваемся. Если говорить о главной базе, все-таки татароязычной и скептической прогнозе, которые звучат, и я тоже иногда их повторяю, можно помнить, что миллион и полтора составлял суммарный террас татарских СМИ в советские годы, до перестроечных годов. Миллион, полтора миллиона, около миллиона, обязательно, сумма. Сегодня, естественно, суммарный террас, он значительно меньше, там, несколько сотен тысяч, ну, полтора, сто, двести, двести тысяч, вот так. Получается, суммарный террас, несмотря на то, что количество каналов увеличилось, конкуренция увеличилась, и поэтому мы, вот, перелистаю следующее. Я сейчас приведу цифры от ТатМедиа. Недавно на комиссии по языкам Марата Радуша Ахметова выступил руководитель агентства ТатМедиа Республики Татарстан. И вот, пожалуйста, зарегистрировано 300-304 СМИ на татарском только языке, представляете? Было это при царе Николае, не было этого. Было это в советское время, тоже не было этого. 300-34 сейчас действуют. И сегодня существует 156 печатных изданий на татарском языке. Это только Татарстане. Еще туда добавляем, мы еще добавляем региональные. Ну, раз СМИ, это, наряду с этими газетами, журналами, работают 35 радиоканалов, 99 электронных изданий, это тоже читать приходится, и 39 телерадиоканалов, представляете? Еще 5 информационных агентств. Все только на татарском языке, вы представляете? Мы приведняемся, я урождение прогнозирую, Ингерас, а пахнет чем? Посмотрите, какие возможности, какие погоды. И это преимущество тех каналов, которые получают государственную поддержку. А есть еще частные поддержки. Это зарегистрированные большинство из них. Самые многотиражные издания, это газета Ахшарлак, там под 40 тысяч. Газета Безнегазит, Ирак Майдана, несколько десятков тысяч, от 15 и выше. И потом ежедневные газеты, Атанам Татарстан, Шахри Хазан. Смотрите, это такое богатство, и сказать, что они умирают нельзя, поскольку они действительно действуют и даже прогрессируют. Последние годы я замечаю изменения в совершенствовании качества газеты и Атанам Татарстан, и Шахри Хазан, журналы другие. Журнал Хазан Утлара отметил недавно, в столетии. Там уже у него тираж удвоился. Конечно, с помощью государства, но тем не менее, да, 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 и районы тоже туда входят. И вот тут перед вами список 25 изданий самых таких забойных в Татарстане. Короче, вы видите, потом, когда мы говорим о печатных изданиях, газетах, журналах, конечно, вы скажете, что молодежи это не надо, но тем не менее, мы старшее поколение и даже молодое поколение любят поддержать. Красивую девушку хочется увидеть. Парень, как он прыгает, разговаривает. Вот газета «Базнегазет». Вот я держу «Базнегазет». Вот я ее держу. У меня и все домашние меня прочитают. Потом прочитают, соседи прочитают. Потом еще приходят из деревни, в моей деревне, в Вашкирии, иногда приходит одна газета «Хазлтанк» сейчас на всю деревню и по домам носит. То есть, раз уж бы газета «Бумажная» вышла, она работает, обслуживает несколько десятков человек. Поэтому сравнивать с интернет-изданием, которое может в случае сбоя исчезнуть и потом выяснится, что это фейк, конечно, это так. Вот поэтому я показываю. Вот это, «Татар-Лар», газета «Конгресса татар», она рассылается преимущественно. «Шахри и Хазан». «Звезда по Волжье» на русском языке, она частная газета, очень нужная вот такая. Вот получается, что мой прогноз об исчезновении в Украине прессы, татароязычной прессы не подверждается. Более того, в Российской Федерации, кроме русского издания, русских изданий, у народов, других народов с таким богатством, с таким диапазоном СМИ на национальном языке нету. Потом еще и добавим русскоязычные издания. Некоторые, большинство из них, даже если уж из татарца не выходят, они, естественно, они работают, пишут о татарах, из-за татар, об истории, культуре. Огромный массив информации. Я не буду сегодня спрашивать. Вот мы сегодня собрались эксперты, 5, 6, 10 человек. Эксперты. Сколько из вас все последователи ежедневно читают эти газеты? Я не буду. Но что будем делать? Ну, вот я веду в Конгрессе татар рубрику «Юан Наркас ГСЦ», ввел, вернее, на видео пересказывал раз в неделю, какие заметные публикации о национальном вопросе публиковались. Но потом я в последнее время уже только пишу. Его пока не смотрят. Поэтому давайте будем договариваться как-то если не нравится в печатных изданиях содержание актуальностей, надо подсказывать, надо бороться с этим. Но потом есть же «Безденгази». Есть же «Самара Татарларкова» «Журнал». Посмотри. Есть журнал «Идель», есть журнал «Чиндика», есть аудитория, есть реальная аудитория. Несколько тысяч народу собрать это очень непросто. Тем более не так просто держать их в течение целого столетия. Поэтому это огромный ресурс. Тенденции такие, что к росту. Вот я сказал сначала к вырождению одновременно. Я замечаю последние... Конечно, тут по государству на государственные издания. Татмедия тоже прикладывает руку. В киосках появились специальные стенды. Объясняем, убеждаем. Все-таки последние годы, несмотря на такое длительное падение тиражей, есть стабилизация и даже некоторый рост. Но тут один аспект приходится сейчас иметь в виду. Нет сейчас хорошего издания, у которого не было бы интернет- варианта своего, своего сайта обязательно. И нет у нас интернет-издания, чтобы там не звучало аудио или видео посмотреть. Поэтому когда мы говорим о печатном издании, уговариваем читать и правильно уговариваем, поскольку без чтения человек деградирует, у него развитие затормаживается. Но тем не менее, пусть это содержание дойдет до определенного круга, но мы обязательно должны будем договариваться так, чтобы все виды развивались, поэтому мультимедийность современных татарских изданий единственный, можно сказать, выход из положения. Посмотрите, в городе татароязычных ребят маловато, но выход найден. Полилингвальная гимназия мы слышали, в Челнах тоже и в Казани есть. То есть, если ты татароязычный, это не означает, что ты знаешь только татарский язык, говоришь только татарский язык, а ты владеешь и татарским, и русским, и английским, если надо еще каким-то. И, пожалуйста, ты передовой человек, ты развиваешься, ты и растешь, поэтому полилингвальность и мультимедийность это главная тенденция, от которой не надо уклоняться. И правильно делают молодые ребята, которые, даже зная английский, зная русский язык, прекрасно, параллельно обязательно дублируют, общаются, пытаются, пишут, читают татароязычные тексты. Ну, вот посмотрите, хочется приятной маме написать или по WhatsApp, ведь грамотно надо написать, и по-русскому грамотно надо написать, и по-татарски тоже написать надо. И получается, что приходится учиться ради этого, и поэтому главная тенденция мультимедийности и сочетание печатных и электронных видов информации. В связи с этим в последнее время вышла такая инициатива Союза журналистов Татарстана. Даже Президиум Союза журналистов Татарстана вышел с призывом организовать акции «Даешь Союз бумаги и цифры». Союз журналистов предлагает в течение этого всего 2022 года на своих площадках обсудить актуальные вопросы для издателей, СМИ, полиграфистов распространенных печатных продукций, почтой, структурой мультимедийности являются неотъемленной частью развития всех участников рынка. В мире происходят масштабные цифровые, я цитирую, трансформации, которые глубоко касаются традиционных носителей знаний, информации, печатных изданий, книгоиздания и других участников рынка. Поэтому необходимо принять этот вызов и повысить свою востребованность в конкуренции по закону общества. Вот обращается, будем ли мы участвовать? Пусть, ну вы, вы давайте пишите, говорите, что нет, не хотим, мы будем только в интернете. Пожалуйста, лишь бы выкладывалась своя мысль, газеты и журналы в шаговой доступности необходимы для культурного культурного и здравственного развития, но ни одна газета и журнал не останется только на бумаге. Эта акция предусматривает широкое обсуждение на всех площадках печатных смит, нелевидения, радио, интернет-ресурсов, проблемы сохранения развития печатной отрасли республики Татарстан и возрождение интереса к чтению средней населения республики Татарстан и татарского населения. Получается, что никак иначе меня слышно, нет? Все хорошо слышно, Римзель Абуй, все хорошо. Никак другого пути нет и в связи с этим вот с этим обращением ко мне обратилась прямо лично Венера Якупова, главный редактор городского издания Казанские ведомости. Поэтому мы бурлим сейчас, пытаемся спорить с молодежью, поэтому тенденций много, но, естественно, один из выступающих говорил, что как только зайдешь в политику или в религию, попадаешься в зону повышенного внимания, особенно сейчас, вы понимаете, поэтому татарские издания это как бы сектор как бы более-менее свободный под надзором и тем более приходится очень беречь поэтому грамотно и корректно правовом смысле соблюдающие правила работать но в то же время что я обращаюсь я вижу в последнее время русскоязычные блогеры газеты издания интернет издания ну все такие интересные острые выступления темы вытаскивают и никого из них не тащат в следственный комитет и сажают они научились то есть они не занимаются лобовой политикой они высказывают свою точку зрения как бы не лезут в политику но создают поэтому вот я сегодня вот я сижу мы в чисто информационных вопросах а ведь интересы татар в современном мире в экономике в социальной жизни чего мы хотим истории татар в современном мире и для молодежи это актуально это же интересно где тут политика где тут религия вот кстати в Казани в Татарстане прошло тысячестолетие празднование тысячестолетия принятия ислама на 66 лет раньше приема христианства православной религии в Россию пришел ислам и посмотри на таком уровне с поддержкой при поддержке президента России провели и праздник получается что татары есть тысячестолетняя история прессы и религии есть культура есть договоренность с государственными структурами есть посмотрите никого не арестовали ничего никто не запрещал посмотрите поэтому достоинство нашего народа и нашей молодежи умение оценивать современную непростую ситуацию и главное отстаивать свое желание отстаивать свои интересы и отстаивать свою идентичность каждый имеет право быть самим собой читать писать говорить петь и в завершении я скажу только один тезис ну вот у нас есть правительственная комиссия по языкам там даже проверяют сейчас у нас интернет изданиях интернет сайтах ведомств министерства насколько правильно пишут на татарском языке есть ошибка и почему некоторые издания некоторые министерства ведомства не дублируют инструкции переводят и вот в это время я сижу конечно неплохо иметь инструкции вся техническая документация на татарском языке будет жить но главное мы должны понимать зачем нам нужен татарский язык спросят я прочитаю на любом языке технические материалы ну вот татарский язык нам нужен для того чтобы читать слушать смотреть про свою историю хотя бы если мы языки будем изучать через лучшие наши песни через наши стихи через получается язык предлагаю учить запоминая выучивая наизусть песни стихи прекрасную прозу то есть это генетический информационный код код татарской культуры культурный код народа заключается в информации текстовой информации которая может приходить через носитель электронный через бумажный носитель через звуки через движущие фигуры через телевидение через интернет но контент носитель он один един для всех поэтому будем осваивать и язык родной и все носители и будем давайте распространять и вот эти несколько экспертов которые сидят пусть будут лидерами этого нашего всеобщего движения поэтому давайте поддержим инициативу газеты казанские ведомости журналистов Татарстана союз бумаги и цифры спасибо за внимание Денис далее но мы тоже попозже поговорим если есть какие-то вопросы то Илья Шакуров у вас есть какой-то вопрос можем что-то со связью Фархад пишет что последнее время ниже уровня журналистики коммерсанзия он увидел действительно уровень журналистики последней деградации наблюдается но мы лучше мы своим контентом нагоним средний уровень я боюсь давай так ну мы еще вернемся к нашим вопросам которые они будут суммироваться по ходу у Айноры есть вопрос давайте дадим Айнору есть ну давайте сейчас я не вопрос хотел я хотел сказать такое вот мне Римма Гумеров навела на такую классную идею по поводу как можно поддержать печатные издания может вам тоже будет полезно в общем мы подписали всех наших бабушек дедушек на там 3-4-5 татарских изданий они живут не в татарстанах и вот они там ежемесячно еженедельно получают эти издания то есть у печатных изданий новые подписчики а бабушки дедушки радуются они получают татарский контент и что-то вот мы раньше до этого не додумались но вот Римма навела на мысах и вот мы так с января подписали поэтому может у кого если у вас есть бабушки дедушки дяди тети тоже можно сделать все онлайн через сайт почты подписываешь там нужно только адрес и карточка с деньгами и все отличная идея этим занимаются и в Татарстане давно уже могу только добавить еще надо и детишкам тоже Салават Купере любой ребенок рисунок сюда возьмем посмотрим любой ребенок сейчас если Салават Купере детские журналы листает рисунки закрашивает там есть прекрасное у нас издание если еще смотрит Шаян ТВ ТВ вопрос снимается понимаете как только приучить немножко отвыкли потому что родители не знали не читали а дети не заметили а то что предложение Айнура чтобы бабушкам дедушкам и детишкам тоже это кстати да хорошая тема можно даже марафон запустить подпиши своих родственников там дальник я сейчас слушаю вас думаю может мне тоже моих тоже подписать которые там в вашей гири куча родственников в Екатеринбурге и вот такой вот сделать подарок потому что иногда Рима руку поднимает ага так давайте еще послушаем ага да слушаем Айнура упомянула про нашу акцию от союза татарских женщин Европы Канада Австралии Ханам все началось на самом деле вообще с негативного инфоповода с меня короче потому что я решила подарить маме подписку на татарские журналы которые я любила в детстве еще когда мама их выписывала для меня например сейчас главная проблема татарской прессы это контент ну она такая там я почитала те номера которые пришли но это не журналистика это это песни про то как все хорошо как все классно но для как бы своего читателя наверное это подходит это моя проблема какая проблема получилась в моей деревне эти журналы просто не дошли я оформила подписку на год из 12 номеров по обоим журналам пришли по 5 номеров то есть за 5 месяцев мама получила эти журналы остальные где-то куда-то пропали я про это написала везде и в чате Ханым и в фейсбуке а татары проживающие в Европе они не такие негативные как я они сказали о хорошая идея есть ли у татарских деревень проблемы с получением татарских журналов конечно давайте мы их сами подпишем и они начали оформлять подписки как это все организовывалось мы просто узнавали адреса и запросы деревеньских библиотек на татарские журналы оформляла эти подписки я европейцы просто переводили мне эти деньги в пейпал мы получили кучу положительных отзывов кучу положительных потом уже постов про наш союз там про эту идею но если вы тоже хотите поддержать эту идею подключиться или сами там это все инициировать узнайте сначала как у вас в родной деревне или в той деревне куда вы хотите оформить подписку работает почта она может работать так как в моей деревне где никто не получит ни журналы ни газеты и татарская пресса уже пострадает не от некачественного контента а от некачественной работы почты какой район октаныш римзелябой давай действительно сейчас мы спишемся действительно очень интересно сейчас не будем публично обсуждать но вот действительно давай во-первых идея хорошая это и делается давай разбираться к сожалению последние годы с почтой очень серьезные проблемы появились разные альтернативные пути распространения вырабатывается ну надо просто конкретно все все адреса которые тебе известны которые не доставили давай давай спишемся вот сейчас после этого дела адрес мой других адресов нет я не узнавала вот хорошо тогда какие еще районы какие издания не получили вот это интересно в каком году тем более сейчас идет подписка просто давай название района адрес на какой да может квитанция сохранилась конечно это же все электронное давай мне передайте вот эту информацию мне ладно да хорошо аннары икэнши замечэне татар неге турында мина ремзеляб бекматыр цифрлар айтти 106 басма мэтбогат дип мин бельмем анан купмэси район газетилары эмма район газетилары мин ойрым мэтбогат дип санамас идем дурс на декэнде шенки оларда хазир копитпас пына бара татарин форум нэрсэ бастыра шуны район газетилары республика дуня янгалық оларда шепелер хам хазир ги район газет ол элікке мистахил район газет сутугэл анан өзінде мистахил янгалық бар бірінші бетінді шешуде нэрсэ шешкэннэр хам сонғы бетінді нэрсэ сатылар хам кумулген шуна күрэ мен оларына бұ мәдбұғады дегенді бүтінлэй сонға күртмәселім район Өрсэ 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 шүнкі хәр районда бір районда дур-биш мүн тирашылы башқа издани өк район Өрсэ шықарны газет қамсамас кеправды мүйші Өрсә Олар на кулангаха ем ехшит рағана керек. Тем более хазыр районларда да тивийден, радий олак бергадашлий енді. Ну, албаттэ, бу айрым тема, албаттэ фшолук татмэдэвэлэн тағы кинь ашырвыз, олар н халэн ярдам керек ехшит аркышыргар, контент нон тишэрмасын ергидэдэгэммэкэн. Я в своих цифрах не назвал Безбергадиган Кушантабар в регионах Российской Федерации татарских. Вкладыши присылаются из Казани, Безбергадиган. С удовольствием печатают 30 изданий в регионах Российской Федерации издаются татарские. 30, я эту цифру не назвал. Несмотря на то, что через 30 уже проблемы, некоторые угрожают закрывать, у некоторых проблемы с деньгами, но тем не менее они выходят. Их же не было при советской власти, не было ни Эммэд, ни Тугантэль, ни Савшишмэ, ничего этого не было, а они есть. И из Казани мы присылаем, Татмедия присылает через газеты «Шахриказан Безбергадиган вкладыши». Они с удовольствием берут это. Конечно, новости татарского мира в местные, районные или региональные издания никогда не мешают. Никто не запрещает нам работать лучше, современнее, молодежь привлекать. Это можно сделать. Я говорю, действительно, давайте… У меня есть Макбухат вроде как портал Варай. Шел интернет-портал. Он давит… Реагируйте… Он хотел бы каждую неделю встречаться, обсуждать некоторые скандальные, интересные, яркие публикации. Макбухат Ру… Данил Сафаров обычно сидит у нас тут. Прямо если Макбухат бы открыли, если вы живете далеко, обязательно вы все знаете. Посмотрите, интернет помогает, когда вы сидите на Дальнем Востоке, в Ташкенте. Пока бумажная газета, она точно туда не придет. А если вы живете в Татарстане и рядом из публиках, там, где издаются издания, тогда сама бумажная еще издание придет. И то, и другое незаменима. Дахмат Дегдар. Итак, у нас вопросы, если уже завершились, давайте перейдем к следующему докладу, а потом еще, потому что нас здесь много собралось, и это все благодаря тоже Равилю Закирову, который всех соединяет. Союз татарских порталов, вот, собственно, сгенерирован, а он автор этого тоже проекта. Поэтому благодарим, благодарим Ревделиабе за и ответы, и за комментарии, и за участие тоже вот в этом небольшом таком лиц-опросе. Значит, мы переходим к следующему докладу. Презентация сайта Союза татарских порталов Равиль Закиров, всех редакторов портала «Питер Татар». Ну что ж, вам слово, Равиль. Пожалуйста. Приветствую, коллеги. Сегодня все собрались. Ради того, чтобы обсудить наши вопросы актуальные, важные для нас. И, конечно, не можем пройти мимо даты. Это даты дня татарской печати, который начался в этом месяце, 19-го числа. Важная дата – это день, когда был подписан разрешение о выпуске «Питер Татарской газеты НУР», а то либо из ИТУ. Первый номер вышел уже в сентябре того же года. И также в этом месяце наш портал отметил трехлетие своей работы. У нас также есть свой сайт, у нас есть ресурсы о социальных сетях и каналы. И мы решили, что будет правильным, если наш союз тоже обретет свою официальную страницу в интернете. Сайт называется портал union.tatar. Это наш социальный ресурс в интернете, независимо от платформ. Его можно всегда будет найти в поисковой системе Google, Яндекс и других. И он будет всегда работать, независимо от того, какие социальные платформы работают в интернете. Это то, что нам нужно было давно уже сделать. На сайте есть профессиональная информация о работе портала. О союзе татарских порталов. Здесь мы, соответственно, будем публиковать информацию о работе, деятельности нашего союза, о нашей новости, о наших встречах. Также мы здесь будем публиковать информацию полезную для участников и других гостей сайта. На данный момент здесь как бы пока что мало информации. Есть список участников нашего союза. Есть небольшой блок новостей, которые выполнятся. Будущим планируем здесь публиковать новости союза и также важные материалы наших участников нашего союза. То есть если у вас будут какие-то важные новости, которые хотите поделиться, то мы с радостью публикуем их на страницах и будем знакомить наших читателей и в интернете, и в социальных сетях, в Однокласснике, ВКонтакте, Телеграм и Инстаграм. Там будут публиковать наши новости, которые будут приходить. Соответственно, это сайт, он заработал в этом месяце. Также мы чуть раньше появились паблики в социальных сетях ВКонтакте. Одноклассники, к сожалению, я не могу сейчас показать, потому что у меня немножко тут плашка мешает от зума. Ну, в общем, просто у нас уже есть два паблика и два канала. Информацию я скоро публикую на сайте. Заходите, знакомьтесь. Если рекламируетесь, ну, делите ссылки на наш сайт. Будет интересно, полезно другим тоже узнать. И, конечно, мы обязательно подключим наш сайт ко всем поисковым системам, чтобы все желающие могли узнать о нашей работе и сюда нас найти и узнать много полезного нового о нас. Все, на это, наверное, все. Я не буду долго затягивать. У нас остается где-то примерно 25 минут до кончения встречи. Продогаю обсудить какие-то важные моменты, события, новости, которые произошли за последним временем. В вашей жизни или вообще в вашем регионе, связи с Татарами. Так что передаю вам слово. Спасибо. Равиль, благодарим. Ахматик Зур. Да, ну, в общем, союз татарских порталов с целью объединения, циркуляции информации, усиления друг друга, своих позиций в нашей национальной журналистике. И как раз таки хотела спросить, задать вопрос нашему первому докладчику Айнуру. Так как у них аудитория 45+, что же делать, чтобы ваш контент, такой замечательный, достаточно яркий и объединяющий тюркский мир, смотрели не только 45+. Вы задавались вопросом на этот повод или вообще, в принципе, пока про себя не прорабатывали его, какие-то были мысли на этот повод? Айнур? Я, нет, я не говорил, что 45+, это все, то есть это большая доля людей есть, взрослых. 50% вы говорили, да? Вот я сейчас зайду прямо в статистику и вам скажу, чтобы вас не обманывать. Так, вы меня слышите, да? Да, конечно, да, да, внимательно. Сейчас, секунду. Так, ну я вам немножко соврал, это 45+, не 50%, около 40%, 35+. Вот, то есть у нас, по статистике смотрю, у нас 18-24 это 21%, 25-34 это 30%, и все остальное 35+. Ну, чудесно. То есть 50% это 35+. Тогда вот уже, да, уже как-то так, которые социально активны и могут тоже определенным образом всю нашу вот эту информацию, которую вы генерируете, передавать и активно вовлекать других. Значит, в познании этой информации. Меня вот что интересует относительно вот этого вот связи, да, цифра и печатные, те же источники информации, книги, журналы, газеты. Вот как вы думаете, вообще, есть ли здесь потенциал, насколько это неутопично, идея и как-то популяризировать тему, прийти в библиотеку, взять книгу, почитать, и в целом, вот, чтобы наше молодое население и также деток, в них вот укреплялась тяга, желание общения с книгой. Вот как вы думаете, через блок среды? Да, да, я сначала, да, у вас, а потом у следующих наших, да. Смотрите, вот в Казани есть классный пример, у нас открыли, да, говорите? Да, 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 ну. У нас открыли вот новое здание национальной библиотеки, наверное, кто-то уже побывал, кто не из Татарстана, и там вот посещаемость какая-то вообще супер большая, там, как бы не придется время, люди реально сидят, читают, то есть достаточно было того, что сделали красивое общественное пространство, которое притягивает людей, куда захотелось приходить, и люди реально приходят, читают и проводят время за чтением. То есть никому не... вот у нас есть в голове у всех представление, что такое библиотека, да, то есть какое-то там, какое-то такое, этот, здание, ты заходишь, там тетка говорит, типа не шуми, вот. А здесь что такое современное, люди приходят, и очень много подростков, детей, студентов, то есть вот по мне один из выходов связать библиотеку с красивым общественным пространством, которое станет центром притяжения. Вот, и в Казани есть вот классный опыт. А кто не в Казани, и в целом, вот, может ли блог-среда, там, YouTube-каналы, подкасты делать такой вклад, нести зерно популяризации именно по поводу чтения, может быть, какие-то делать обзоры, вот, например, у вас же есть тема, про которую вы затрагивали, да, вот, что там обсуждаете, какую-то берете, да, тему, и вокруг нее кружите, вот, может быть, какую-то взять книгу, либо что-то вот из печатных СМИ, как вы считаете, насколько это может быть востребовано интересно, гипотеза? Ну, вообще, у нас была идея делать, например, книжный клуб, просто договариваться со всеми читателями, что вот мы, например, там, месяц читаем какую-то книгу, потом в ролике обсуждаем, там, итоги этой книги. Вот, но поняли, что, ну, как бы, это тяжело будет сделать, потому что надо самим читать эту книгу, чтобы был материал, на основе чего вообще так вести разговор. В принципе, например, я вот не знаю, там, как в других регионах, но в Казани такие книжные клубы, и даже татарские, они популярны, когда люди там вместе читают книгу, собираются, обсуждаются. Ну, вот, и, ну, не знаю, я, в принципе, вот пока, не знаю, не вижу какого-то там кризиса того, что люди не читают, мне кажется, очень много читают, и, ну, не знаю, может, это мой социальный пузырь, но ощущение, что очень много читают. Благодарю, Айнур. А Шамиль, что скажет по этому поводу? Много ли среди его окружения читают, и думали ли на тему, чтобы тоже генерировать какие-то подкасты, обсудить книгу, вот, книжный клуб, как, да, сейчас нам рассказал Айнур? Шамиль, вам слово. Я бы не сказал, что среди моего окружения так много читающих именно на татарском, но в некоторых наших выпусках, подкастах мы, например, обсуждаем какой-нибудь спектакль интересный, который вышел в нашем театре, допустим, да, Челнинском, или спектакль Казанский какой-нибудь, который показали, по-моему, такой красивый, современный, и вот это, возможно, будет интересно молодежи, я так думаю. Так, хотелось бы узнать мнение Римзеля бы, вот, по поводу вот этого соединения, как он видит, как он думает, например, той же вот вашей интернет-студии, может быть, какие-то делать интересные скетчи, чтобы вот видео по поводу книги, может быть, вообще сделать какой-то вот монобренд, как вот Сюмбике, да, и вокруг Сюмбике делаются и выставки, и какие-то интересные такие культурные события, и вот образ Сюмбике, как татарской женщины, матери, вот, он определенным образом идет, создает такую волну не только внутри нашей, да, в национальности, но и вовне. Вот как вы думаете, вот такой вектор развития возможен ли в логике Всемирного конгресса татара? Может быть, еще какие-то у вас есть предложения, идеи по этому поводу? Вам слово. Уже это делается. Есть опыт, есть издания, есть сайты. Теперь осталось думать, может быть, действительно... Я веду оператора. Может быть, действительно придумать дополнительную акцию, именно вот, может быть, предложить конкурс или грант, договориться именно о сочетании цифры и бумаги, может быть. А так, чтобы издания со своими сайтами, сочетание интернет-версий и телевидения, радио, подкасты, есть издания, есть редакции, есть сайты, все это есть. Ну, вот, они как-то по доброй воле, как волонтеры, делаются. Может быть, действительно предложить нам и Союза журналистов, и Татмедия тоже. Почему не объявить конкурс именно по сочетанию вот таких и по интересным формам пропаганды? Была федеральная программа несколько лет тому назад о стимулировании чтения. Это большая серьезная проблема, государственная проблема, общероссийский народ-то перестает читать, и дебильство, деградация происходит. Поэтому, может быть, нам предложить, чтобы это стимулировать при помощи специальных грантов, сайтов, конкурсов. Вы знаете, я здесь, ну, как бы, пока вас слушала, вспомнила, что берется, например, тот же, ну, вот Эйнштейн, да, и вот эта популяризация, когда делается с его изображением, в общем, какие-то там интересные принты и так далее. Я подумала, может быть, было бы здорово кого-то тоже из татарского, да, вот, наследия из истории взять, вот, персону, и ее таким же образом популяризировать и таким образом провоцировать, мотивировать интерес к изданиям, к книгам, чтобы люди об этом читали, узнавали, потому что мы же сами формируем контент в онлайн, и чем больше мы будем выбирать информацию из книг и ее оцифровывать, либо через какие-то онлайн-форматы, там, продакшн, либо просто какие-то подкасты поговорить на эту тему, тем мы и являемся участниками этого процесса. Я вот о чем. Вот как вы думаете, реально ли это взять каких-то там вот героев, может быть, прям списочек составить, и по ним как-то вот отдельно делать пиар-компании этих людей из истории, ну, как бы их популяризировать, и таким образом побуждать, читать об этих интересных исторических личностях и об этом. Все реально, все реально и необходимо. Но пока ведь наблюдается в нашей жизни застой, понимаете. Мы же сами застой, мы же занимаемся суицидом, мы, наша молодежь и наши старики тоже сами отказываются и от культуры, и от истории, от себя. Поэтому пусть даже каждый, может быть, я не прав, но я должен иметь право высказаться. Вот Фархад под Холлим пишет, что татарский язык, как нечто, заточенное на татарскую культуру, нежизнеспособен. Ну, вот я говорил про песню, про историю, про стихи, он спорит. Ну, подумаем, есть интересная точка зрения. Мы должны с Фархадом об этом устроить. Почему не устроить дискуссию мощную с трансляцией по телевидению, на ТНБ или по интернету? Вот очень интересно, имея точку зрения. Я вот думаю, что насчет культуры стихи, музыка татарская, не зря же эстрада вытаскивает татарский язык. И, кстати, рейтинг телекомп этих сайтов. На татарский стоит переводить международные шедевры. Да, да, переводится, лишь бы было бы чтение. Я захожу в три книжных магазина в казине, и всегда, когда захожу, один гуляю. Один я покупатель. Целый там сонмище книг. И Фархад не нашел книгу про Зуляхи, книгу купить на татарском. Фархад, покойная, как же ее перевела, открывает глаза. Книга есть. Так что давай я достану эту. У нее тираж маленький. Я много раз уже людей встречал, которые не могут... Уже не кончился тираж? Ну, Тоба Амадаму ни в интернете найти не могут, ни ПДВ-версию. У меня вот у самого есть запрос от друзей найти ее на татарском. Минюзем Козанда из Ледом тоже Тоба Амадаму. Флюра переводится, к сожалению, скончалась. И тут, получается, видимо, никто не занимается. А так, если спрос есть, никто не задержит обязательно. Если хочешь, я тебе экземпляр поищу. В издательство ездил и встречался с руководителем. Так, хорошо. А вот что думают по этому поводу Римзи Рабу? Римзи Рабу, она бы хотя бы электронную версию кто-нибудь выложил бы, было бы вот хорошо. И мы бы ее купили бы с удовольствием. Ее электронной версии даже нет. Хорошо. Я первый раз слышал, что электронная версия романа на русском языке, на татарском языке. Надо будет узнать, это авторские права. Ну, а не, да, ну, нет, ну, продавать. Вот, без просто, еще раз говорю, я и, наверное, большинство моего окружения читают все книги не в бумажном виде, а вот в электронном виде. То есть через... От книга издату занимают... Я спрошу вот от книга издательства. Можно ли в интернет поставить электронную версию? Вот, посмотри, есть такая... Радио сейчас, Китаб-ФМ по интернету. Там вся хорошая проза звучит, стихи звучат, песня звучит. Понимаете? Если ты слабо читаешь или плохо там видишь, пожалуйста, даже литературу и язык. Язык можно учить просто, ты включайте по интернету kitab.fm, через месяц-два вы будете прекрасно говорить по-татарски. И главное, вы будете знать классическую современную татарскую литературу, которую действительно стоит переводить. Вы будете пересказывать. Такую новость. Есть приложение в интернете, приложение на ваши мобильники. Так ТВР называется. Включайте его и увидите 10 татарских телерадиоканалов. Сразу с приложения открываете. Любое время вы можете смотреть ТНВ, телевидение эфир, Волгар радиус, Кумаль радиус. Ну, 10 телерадиоканалов одновременно. Такого озмах никогда не было. Мы не мечтали, ей-богу, не было никакой надежды на это. А сейчас, пожалуйста, через свой мобильник, через одно предложение вы... А в этих интернет-изданиях тексты идут на kitab. Я же говорю, романы, стихи, рассказы, научные произведения идут. Пожалуйста, контент один. Лишь бы у нас хромать-то, чтобы контент был достойный, интересный и для молодежи, и взрослых тоже. Татарский контент татарского издания. Татарских смей и печати. Конечно, не всегда современно, конечно, не всегда актуально, не всегда совершенно. Но то точно, примерно... А вот такой вопрос. Да. А вот такой вопрос. А если мы говорим про наше сообщество мультимедийное, даже на листике, то и блок среды. Не являемся ли мы в какой-то степени участниками того, что мы отрываем от книжных изданий, от, будем говорить, печатных СМИ аудиторию, переключая их на себя? Вот как вы считаете? Или это так? Ну, как бы я сейчас, будем говорить так, в этом высказывании... Не конкурировать видео, звуковой и бумажный вариант, носитель. Это только технический носитель. Не отрывает, только усиливает. Так же, как знания нескольких языков помогают изучать языки. Поэтому разные носители... Ну, действительно, иногда даже глаза устают. Иногда уши устают. Иногда не хочется читать. Вот тогда смотришь, читаешь. Так что я думаю, что привыкнем мы, лишь бы все-таки детей, юное поколение не потерять. Теперь растет интерес ко всем формам. Носитель, он и есть носитель. Это не сама продукция, не сама информация. А вот такой вопрос. Дело в том, что по Москве, там, non-fiction, это огромнейшая выставка, когда люди с чемоданами, которые для путешествий такими огромными, приезжают туда и скупают литературу. И я сначала удивлялась, потом, когда сама была участником этого мероприятия, тоже поняла, что там скидки делают, и невозможно эту, и эту хочется купить книгу. Вот недавно в Санкт-Петербурге тоже был международный книжный салон, да, 2022 год. В Казани существует вообще такое тоже собирательное, такое вот мероприятие, которое консолидирует и собирает вот и нашу национальную татарскую книгоиздательскую деятельность, и других тоже в эту орбиту. Если мы говорим уже про тюркский мир, и вот что-то такое происходит, проходит, расскажите, пожалуйста, вот кто в Казани, кто из Татарстана. Проходит ярмарок, мероприятие. Вот газетное журнальное издательство на первом этаже буфет совместили с книжным магазином, и там проходят постоянные и презентации, потом реализация. Иногда выкладывается на... У нас в Конгрессе татар на первом этаже выложены книги, огромная целая стена книг. Кто приходит, читает. Ну, тебе надо почитать, забирать, забирай. Поэтому такие общедоступные места, даже на набережной Казанке, были они, лишь бы действительно почувствовали, чтобы этот спрос лишь бы был бы. Начало есть, но сейчас этот вопрос заслуживает отдельного рассмотрения и изучения. Сейчас я не буду, сейчас не готов более подробно отвечать. Слушать вы не готовы. Саму тему вы хорошо правильно обозначили. Будем вникать. Да, то есть получается, что Москва, Санкт-Петербург проводят такие достаточно мощные, серьезные на международном уровне книжные салоны, выставки. И здесь ассоциативно, что и в Казани должно быть что-то такое же яркое, звучное. Хорошо, мы скажем, во-первых, я скажу нашим коллегам-издателям тоже, поделитесь, раз обратили, вас вам хочется, что в Казани делалось то, что в Питере, похвастайте, не только здесь, а в другой раз. Вот сейчас вы сказали, случайно же сказали. Да, здесь еще меня вот, что повлекло к этой мысли. Дело в том, что Айнур, когда говорил о том, будем так говорить, подходе исключительно татарском, мы делали не контент татарский, да, вот алгоритм Ютуба, он не понимал, какой дальше, да, вот показывать другим, то есть, ну, увеличивать вовлеченность и охват их канал. И когда они уже начали, вот, ну, как бы, понимая, что и Казахстан потянулся, и так далее, делать такой вот уже тюркский мир, мое мнение вот по поводу и татарского языка, и в целом популяризации тех или иных вот наших повесток, да, взор к истории, такой здесь образовательный аспект, он как раз-таки в логике, почему-то мне так видится, именно тюркского, да, вот такого, тюркского подхода, я, как вы думаете, это, ну, как бы популяризирую, или все-таки, когда мы будем говорить в рамках тюркского, мы можем свое татарское здесь как бы растворить, опять же, или нет, вот ваше мнение? Тюркский размах, тюркское расширение, это сейчас, во-первых, в тренде, не хочется говорить, модно, это интересно, если как следует привыкать, если человек совершенно знает татарский язык, он обязательно казахский, киргизский знает, узбекский чуть-чуть постарается, знает, поэтому сейчас соединение в области культуры с тюркскими языками, с тюркскими культурами, это хорошее дело и реальное дело, раньше этого точно не было, часто какая-то ДЦ есть. У меня вопрос к нашему Айнуру, опять же, Айнур, думали ли вы по поводу вектор развития, там, как-то тиражировать ваш проект, как-то обучать, потому что у вас выработалось, как вы сказали, 5 или 6 лет, я уже, ну, как бы поняла, что это солидный опыт, потому что выгорание происходит, вот видите, сейчас небольшая перезагрузочка вот у Урбан Татар, у Шамиля, да, какие-то вы проводите куворкинги, которые направлены именно на усиление позиций, тех, кто стартанул, и там свои циклы есть, да, там взлеты чуть-чуть, там подустали, вот, чтобы вот вдруг не замерз проект медийный, здесь вот помочь ему, и ваш опыт, ваше понимание, как вы проходили эти зоны кризисные, вот, будут в помощь, поэтому вот подскажите, были ли такие мысли, куда дальше будет развиваться вот ваша деятельность? то, что вы имеете в виду по поводу помощи остальным начинающим ютуберам? Здесь и преемственность, и ваш вектор, да, и ваш вектор развития, и, ну, как бы передавать такую эстафету, да, вот в плане образовательного, их учить, как сегодня вы нас получили немножко. Ну вот, когда меня зовут куда-то выступить, рассказать про ютуб, я с удовольствием рассказываю, там, есть, потом люди пишут, со всей информацией делюсь, то есть там, вплоть до того, какая техника, в каких программах мы работаем и так далее, и тому подобное, то есть мы к этому вопросу открыты. Другой вопрос, что у людей, как бы, ну, ко мне, не знаю, много раз уже человек 6-7 обращали, что они хотят запустить татарский канал, мы со всем помогали, но у людей там не хватало мотивации, еще что-то, и так далее, и тому подобное. Мотивации в системности не все готовы этот путь осилить, поэтому, а так, любой, кто захочет, мы открыты всем помогать. Да, я... А ваш дальнейший, вот, вектор развития, потому что, вот, мы, Питер Татар, сегодня рады, что вы к нам присоединились, рассказываете, делились опытом, потому что мы для себя тоже, ну, как бы, видим вектор развития, вот, в сторону продакшн, и какого-то такого, в большей степени, развлекательного контента. Вот, у вас, вы как дальше будете развиваться, вот, может быть, вы печатные издания решите издавать, ну, как бы, а может быть, еще что-то, вот, думали на этот повод? Ну, у нас вектор развития очень простой, это набирать аудиторию, набирать подписчиков, увеличивать качество и количество контента, и, возможно, когда-то в будущем, если это действительно получится, как бы сделать это, ну, хотя бы на 50% времени основным видом деятельности, вот, то есть там, рост, он у нас идет, он медленный, но, тем не менее, рост идет, то есть каждый день подписываются, там новые люди, и в один момент мы все равно должны прийти к какой-то большой аудитории, к которой будет интересно смотреть вот наш контент, и наш, конечно, вот, мечта, условно, это делать не такие ролики, которые мы сейчас делаем, грубо говоря, за очень короткое время, при очень маленьких ресурсах, а делать, ну, например, вот, как-то выпускает там телеканал редакции, у них там раз в неделю на какую-то тему, они, например, берут тему борщевика и делают условный, там, документальный фильм, да, по масштабам, вот мы бы хотели что-то делать такое раз в неделю, взять какую-то тему, там, не знаю, там, национальные татарские движения в 90-х, там, и сделать классный фильм, то есть взять интервью всех участников, рассказать, как бы, там, все версии событий, показать, что было, почему мы пришли вот туда, куда мы пришли, и так далее, и тому подобное, ну, вот, и каждую неделю такие разные фильмы большие делать, вот. Вот, как вы думаете, вот здесь, спасибо большое, Айнур, по поводу того, что, как вот узнать об предстоящем выпуске, да, по поводу «Урбан Татар», вот здесь из-за того, что нету циркуляции даже внутри нашего, да, медиа-сообщества, где какой выход, там, выпуска номера, а может быть, сделать какую-то общую рекламную кампанию, там, или какая-то вот… Да, слышно, да, вот, это вообще самая главная проблема любого татарского проекта, это собрать аудиторию, поэтому, как раз-таки, получаются такие ситуации, что есть классные проекты, но никто о нем не знает, вот, то есть у нас главная проблема, что у нас, вот, а как рассказать остальным, куда вот, вот, «Урбан Татар» сделали, что они, куда, то есть, это нужны дополнительные бюджеты на рекламу, то есть, когда мы рекламируемся, например, в интернете через… Ну, они же не повесят баннер в Казани, во-первых, в Казани не все татары, во-вторых, дорого, а если они делают рекламу в интернете, то получается, ну, вот, например, в Инстаграме, ВКонтакте, там есть Таргет, но там нельзя показаться только татарам, например, и опять-таки, нужны деньги, и куда они дальше пойдут, то есть, ну, вот, этот вопрос, он самый большой любого татарского проекта, потому что у нас очень узкая аудитория, и никто не понимает, не знает, как эту аудиторию расширять, как привлекать правильно, и так далее, и тому подобное, и поэтому все получается местечковое, то есть, ребята сделали, вот, мы увидели все, кто в этой тусовке крутится, и вот мы там, 150 человек этой тусовки, мы там слушаем их подкаст, они смотрят наш YouTube-канал, и так далее, и тому подобное, мы сходим на спектакль третьего человека, ходим на концерт четвертого, и вот в Казани, это вот, я не знаю еще раз, но за другие регионы, но я там думаю, что так же, только меньше людей в Казани, активная тусовка татарской молодежи, это вот 200-300 человек, мы все друг друга прекрасно знаем, вы их тоже, этих людей все прекрасно знаете, и все, и вот она вот туда-сюда крутится, сами контент друг друга поглощают, и вот варится в своем маленьком мерке, и как увеличить эту аудиторию, то есть, ну, пока до конца непонятно, вот, и это, соответственно, главная проблема, которая, которая вот я вижу, в принципе, такую глобальную. Ну, вот как вы видите, вот само по себе, вот, инициативу Равиль Закиров создать союз татарских порталов, ну, как бы, в принципе, вот вы готовы тоже войти с вашим проектом, вот, вы, Айнур, вы, Шамиль, вот, в нашу, будем так говорить, не в нашу, в нашу общую, да, вот такую вот, орбиту, и дальше-дальше всех в нее вовлекать, друг о друге рассказывать, чтобы она была открытой такой площадкой, платформой, чтобы мы могли, рекламировать вас, вы нас, и таким образом происходит вот эта циркуляция. Айнур, готовы вступить в союз? Ну, за вами себе идея неплохая, чтобы, ну, как бы рекламировать друг друга, это, как бы, ну, понятный инструмент в маркетинге. Другой вопрос, что когда ты, ты куда-то вступаешь, тебе нужно понимать, какие ценности эта организация несет, союз там, кто другие участники, хотим ли мы с ними быть, и так далее, и тому подобное. Благодарим за ответ. А, Шайми, что вы скажете, готовы тоже вступить в наш союз? Какие у вас вопросы сразу же возникли? К вам такие предложения, где-то тоже куда-то, синергетические какие-то форматы включаться? К сожалению, Шайми написал, что он должен был выйти из встречи, он уже вот, несколько минут уже ушел, так что я думаю, что мы вопрос можем адресать ему уже после нашей встречи, лично, лично. Да, отлично. Дело в том, что у нас на, вот, на чате, вот, там, 18 сообщений, ну, там, мониторили, сейчас уже 8 участников, и среди них те есть наши коллеги, Попитер, татар, было бы здорово послушать ваши, впечатления, ваши пожелания к сегодняшней нашей вот работе, конференции, поэтому вот кто, открытый микрофон, как говорится, кто готов высказаться, мы будем рады. Зряхана, может, вы хотите сказать несколько слов? Так у вас пока сейчас не слышно, микрофон отключен, включите, пожалуйста, микрофон. У нас из Самары тоже, вот, Фрида тоже здесь, Зария, да. Я думал, что Илья с Самары обязательно что-то скажет. Пока пауза, я одну цифру только скажу, то, что я не пропустил. Знаете, вот, конечно, положение аховое с татарским языком, но, тем не менее, и с сочтением тоже, но, тем не менее, сайт интернет за прошлый год набрал 21 миллион с половиной, 21 миллион просмотров, 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 уникальных, 1 миллион 130 тысяч. Это чисто татарское издание, интернет-издание. Так что, перспектива есть. Да, без анабилевис, без анабилен хазметтерский интернет-издатель. Да, без анабилевис, уникальных, 1 миллион, 1 миллион. Министерство, не имею в виду? Не имею в виду. Да, все, слышно, слышно, да, да, зря, пауза. Боинг, шара шо, элбетта, бик, жанна, барды, бик, файдалы болды, бишаплимин, мина, хер вақыт, шо шо, пауталар, бирлеге, эштерлан вақыт, шарста, ниндидир, юаналық, узыңа ниндидир, бір фәемлік, кингеш оласың. Элбетті, ақшы, тоталитерін, ұстыруынды, бізге бейлэнген, тоталитерін, білген кішерген, шоға күре, уқилармы, уқымилармын, ұстыларда барды, білимінді, 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 ремзілі әфенді дейдік, все было понятно. Особенно тиражы растет неофициальных газет, журналы, потому что их, так интересно. Там истории артистов, истории любви, разводов, там нет официальных материалов, поэтому они растут. Поэтому, наверное, мы когда вот только по-деловому пишем, это и понятно, Но у народа нельзя отнимать те издания тоже, которые неофициальные. Официальные тоже должны быть. И мы должны привлекать, читать татар своих близких, например. Моя родня, например, сын, дочь, внучки все читают то, что я пишу. Потому что я их немножко, мягко скажу так, заставляю даже иногда. Они читают. Поэтому давайте изучать татарский язык. Еще я хотела спросить Айнур. Айнур, а ты из какого района из Башкортостана? Я не имею Нуримана района, а ты Благовещенск района. Но я Уфада устам. Мактепно Уфада вытридам. Уфада, Уфада. Он да Баршунды, 83 лицея при Угынту. 83 лицея. Черниковка. Уфада. 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 Идут параллельно какие-то помехи, но все равно вас слышно. Значит, вот эти тизисы, которые Ринди Лефанда тогда еще на медиаформе говорил, они актуальны сегодня, они актуальны очень. И поэтому я сегодня решила в своей статье повторить эти тизисы. Они как бы очень... Спасибо всем за встречу. И желаю огромных успехов и благотворной работы, кто едет в Конгресс Татар. Вот от нас Таир и Катифе едут. Жалко, что я не попала. Я тоже заслуживаю, а товарищи? Давайте голосуем за меня. Спасибо. Рахмат. Я проголосую за Рия Паварсуна. Рахмат. Рахмат. Да. Ага, да, да. Благодарим за Рия Паварсуна. Спасибо большое всем участникам за сегодняшнюю встречу. Кто-то еще, да, свободный микрофон. Давайте, выскажите, какие-то пожелания, рекомендации к работе нашей сегодняшней встречи и какие-то, может быть, тоже надежный вектор. Давайте, да, подведем итоги какие-то вот нашей встречи сегодняшней. Кто еще хотел бы сказать? Фархат ФНД хотел сказать, видимо, но, возможно, расскажет потом. Скажу от себя, что мне понравилась эта встреча. Были интересные доклады, содержательные. Была дискуссия, были интересные вопросы. Дальше мы продолжим обсуждение уже в кулуарах, в теннах чата. Предлагаю тогда, да, Катифа, если у вас готовы, да, уже какие-то результаты, подвести итоги встречи. И, соответственно, после встречи у нас будет пост-релиз уже официальный. Благодарю. Рахмад. Итак, давайте тогда нашу часть вот эту, которая записывается, завершим, а дальше уже продолжим коннект, общение, как обычно. Итак, мы сегодня с вами встретились, пообщались и прослушали доклады, которые, как я понимаю, можно будет тоже ими поделиться на страницах, предоставить, если есть такая возможность. Благодарим Айнура Ахметова, который у нас как раз сделал такой большой интересный доклад по поводу YouTube-каналов, в том числе про татарочки и как они развивались. Благодарим Шамиля Майлунова «Урбан Татар», потому что тоже интересный подкаст, как вообще делать татарский подкаст. Много таких моментов для тех, кто думает, планирует начинать в этом плане развиваться. Безусловно, благодарим Ремзиле Валеево, Всемирный конгресс «Татар», вот татарская печать, современные тенденции. И мы до этого, когда встречались, год назад, два года назад, Ремзиле Валеев говорил, все очень плохо, плохо, драматизировал, я не вижу, не вижу, где молодежь. И сегодня я видела, что он улыбается, и он рад, что здесь с нами как раз-таки очень активные, серьезные участвуют эксперты и спикеры. И он убедился при взаимодействии о том, что татарская журналистика через блок «Среду», она вот как раз-таки ведет свою работу и объединяет даже тюркский мир. И, конечно же, благодарим нашего докладчика Равиля Закирова. Это главный редактор, шеф-редактор портала «Питер Татар» и также автор создания союза татарских порталов, объединяет нас всех, и в частности сегодня здесь. Так что всех благодарим. До новых встреч. «Питер Татар», «Союз татарских порталов» вас приветствует. И я, Катифа Наганзинова, будем рады ваши рекомендации уже получить после сегодняшнего эфира. До новых встреч.